Главная задача весенней призывной кампании – максимальная явка. Во время осеннего призыва прошлого года без уважительной причины не явились более 300 юношей. Сейчас их разыскивают сотрудники военкомата и полицейские. Впрочем, по оценке специалистов, уклонистов в Самарской области с каждым годом становится все меньше, а требования к призывникам растут. Предъявляются все более и более высокие требования к тем призывникам, которым предстоит встать в армейский строй. Прежде всего, это касается физической подготовки, здоровья. По итогам прошлого призыва Самарской области выглядит довольно-таки уверенно, и мы хотим повторить результаты в 2015 году. Тем не менее, здоровье призывников по-прежнему оставляет желать лучшего. Среди наиболее частых заболеваний – плоскостопие, астма и ожирение. Специалисты говорят, подготовка подростков к военной службе должна начинаться с детства, с прививания им здорового образа жизни. Об этом должны позаботиться общеобразовательные учреждения, военно-патриотические клубы и региональные отделения ДОСААФ. В прошлом году с их помощью более 13 тысяч юношей призывного возраста побывали на учебных сборах. Проведение пятидневных учебных сборов включает изучение вопросов огневой и тактической подготовки, выполнение начального упражнения стрельб, ознакомление с размещением и бытом военнослужащих, организации суточного наряда и караульной службы, вооружением и военной техникой части. В выигрышном положении оказываются призывники, окончившие вузы. По данным специалистов, таких более 20%. Всем призывникам, которые закончат вузы и будут иметь высшее образование, будет предложена альтернатива или проходить службу по призыву, либо по контракту. Весенняя призывная кампания начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. Срок службы в российской армии по-прежнему один год. Призывной возраст от 18 до 27 лет. На контрольной явке призывникам объявят, в каких войсках и каком регионе они будут проходить службу.